Господь не отпустит тебя, Павел публично исповедал свои ошибки, как гонитель христианства, точка, Павел публично исповедал свои ошибки, как гонитель христианства, точка, он рассказал, почему вы считаете невероятным, что Бог воскрешает мертвых. Действительно, я сам думал, что должен сделать многое вопреки имени Иисуса. Назарет. Это я тоже сделал. Иерусалим и многих святых я затворил в темнице, получив власть от первосвященников, и когда они были преданы смерти, я проголосовал против них. И я часто наказывал их в каждой синагоге и заставлял их богохольствовать и разгневавшись на них. Гнал их даже в чужие города, Деян. 26, 8, 11, Однако Павел объяснял далее свой преображающий опыт со Христом и говорил, «В полдень, царь, я увидел на дороге свет с неба, более яркий, чем солнце, сияющий вокруг меня и путешествующих со мной. И когда мы все упали на землю, я услышал голос, говорящий со мной и говорящий на иврите, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Тебе тяжело бить козлов. Так что я спросил, кто ты, Господи? И сказал, я Иисус, которого вы гоните. Но встаньте и встаньте на ноги ваши, ибо Я явился вам для того, чтобы сделать вас служителем и свидетелем и того, что вы видели и того, что Я еще открою вам, Деяния Апостолов 26, 13, 16». Урок. Иисус Христос принимает людей, которые обращаются к Нему за спасением, Он никогда никого не отвергает. Независимо от прошлых неудач, Христос простит кающихся грешников, Он не обратит внимания на все их грехи и очистит их. Христос наградит своих святых новой жизнью и новым именем. Все, что нужно для того, чтобы пользоваться преимуществами Божьего Царства, это исповедание греха и принятие Иисуса Христа как Господа. Тот, кто примет Иисуса Христа как своего Господа и личного Спасителя, не будет стыдиться. Но он наследует дар вечной жизни. Молитва «Когда-то я был потерян в грехе, но теперь я спасен в Иисусе Христе». Иисус Сын Божий изменил мою жизнь, Он нашел меня, простил мои грехи и искупил мою душу от осуждения огнем ада. Моя жизнь теперь изменилась в Иисусе Христе, и я теперь спасен. Слава Богу! Мое имя теперь записано в книге жизни, и Царство Божье предназначено мне для наслаждения. Слава Иисусу Христу за спасение такого бедного грешника, как я. Я прошу Господа Иисуса Христа дать мне благодать, чтобы я оставался небесным достойным. Аминь.